вы искали ощелачивание организма продуктами питания ну я вас прекрасно понимаю споры о том закислять организм или ощелачивать они ведутся активно но на мой взгляд они были есть и будут как и споры о том что первично яйцо или курица да для того же курица снесла какое-то яйцо она должна была вылупиться из другого яйца который снесла другая курица вопрос что же первичное яйцо или курица давайте с вами попробуем разобраться что же вам больше нужно закислять или ощелачивать свой организм напомню физиологию норма ph крови это 736 плюс минус пять сотых то есть 741 и 731 это границы за которым начинается уровень нездоровье не компенсированный алкалоз или ацидоз зависимости от того куда пошла ph крови и вот тут важно понимать как продукты питания и как все действия которые вы совершаете влияют на этот показатель и вообще для чего же организму нужен такой небольшой щелочной резерв потому что в принципе что такое 736 это слабо щелочные условия из крови слабо щелочная и вопрос почему она такая зачем организму нужны именно запас щелочей в кровеносном русле вот давайте разберемся ну самые известные на мой взгляд пропагандисты закисления организма это народный целитель малахов и академик болтов они говорят да нужно закислять разными способами ну на мой взгляд самые известные их дизави противники в данном случае которые говорят что нужно организм как раз не закислять а щелочивать это профессор агулов профессор иммун макин я понимаю ваши сложности даже имея медицинское образование но понимая что есть авторитетные ученые которые заявляют вот так или вот так говорят либо черное либо белое у вас сложность с одной стороны целитель и академик с другой стороны два профессора все говорят принципе диаметрально противоположные и вопрос что же вам делать реально какую сторону пойти что делать со своим организмом потому что здоровье то ваш вам-то его беречь и вот самый мудрый из вас я прекрасно понимаю набрали в поисковике ощелачивание организма продуктами питания чтобы разобраться как просто вот обычным продуктами питания влиять на ph крови и повышать свое здоровье ну давайте вот разберемся попробую вам в этом помочь и так самый емкий продукт питания которую вы ежедневно ежеминутно употребляете это безусловно воздух через дыхание что вы делаете каким путем вы потребляете фактически кислород и одновременно удаляйте из организма углекислый газ что это с точки зрения химии углекислый газ в организме образуется он не двигается сам по себе он двигается в составе угольной кислоты то есть удаление углекислого газа способствует тому что фактически кислоты из организма удаляются и каждый выдох вы удаляете кислоты и ощелачиваете свой организм но потому что только вы делаете до угольная кислота накопилась в организме раздражает центр вдоха вы делаете вдох и заводите в организм же кислород который пройдя в клетку пробует окисление появляется там кислоты и вопрос чем на мой взгляд несущественно будете вы задерживать дыхание на вдохе или на выдохе не имеет никакого значения здесь конечно же пропагандист задерживать дыхание это бутейка и он фактически тоже сторонник закисления организма потому что задержки дыхания задерживают угольную кислоту и увеличивается почистить емкость количества кислот в организме то есть ph крови начинает снижаться потому что кислоты накапливаются он где-то сторонник влахова и болотова данном случае но вы знаете противника этого центр вдоха потому что когда вы накапливаете угольную кислоту центр вдоха пытается увеличить частоту глубину дыхания чтобы удалить ее и чтобы ph крови все-таки было 736 вот тут вот вы знаете вот есть конечно возможность попробовать задержать но чаще всего узнаете и кстати во мной оздоровительных системах как раз пропагандируется гипервентиляция это позволяет людям перейти на другой уровень сознания когда избыток угольной кислоты просто покидает организме все-таки при ощелачивании организма у вас получаются совершенно иные эмоции хотя в обычных условиях в покое может появиться одышка и это тоже ощелачивает ваш организм поэтому в принципе дыхание чаще всего ощелачивает где это вам помогает в некоторых ситуациях помните эмоциональный стресс да и народный рецепт дышите глубже вы взволнованы что дает эмоциональный стресс супер активность мозга там образуется много кислот подышали глубже удалили кислоты с выдыхаемым воздухом и ощелачиваетесь стресс закисляет а глубокое дыхание ощелачивает есть еще один путь закислить организм это физическая работа любой физический труд любая физическая активность производится кислоты и в ответ на это что вы делаете в принципе хотите вы того или нет а вы вынуждены это делать чем интенсивнее мышечная работа тем глубже и чаще дыхание вы больше теряете угольной кислоты фактически работа закисляет ваш организм а покой отдых и одышка защелачивают поэтому восточных системах есть способы расчелачивания да все в позу лотос расслабились и вы расчелачиваете сувени не закисляете свой организм меньше степени закисляете свой организм сейчас невозможно даже самая расслабленная позе все равно идет обмен веществ равно идет окисление организма все равно нужно надевать эти кислоты чтобы ощелачивать поэтому тут я бы сказал вот такие стрессовые факторы они все стимулируют закисление стимулирует дыхательную систему чтобы она щелачила ваша поэтому тут принципе дыхание я думаю что в большей степени все-таки осчелачивает. Второй продукт питания, который вы используете тоже ежедневно. Потребность по объему меньше, но по весу самая большая. 4-5 процентов от массы тела это вода. С точки зрения химии, H2O, вода диссоциирует на H+, OH-. То есть H+, это кислота, OH- это щелочь. В итоге нет в воде лишних H или OH-ионов, то есть всегда баланс, и pH воды нейтральная. 7. В принципе вода при таком поверхностном взгляде, она не влияет на эту систему. Но при поверхностном взгляде. Потому что если посмотреть на pH крови 7,36, то по отношению к этой pH вода это закисление организма. Она более кислая, чем нормальная pH крови. Поэтому все, кто говорит больше пейте воды, они все стимулируют закисление организма. И опять-таки наигрывают на теорию Малахова, Болотова и Бутейко о закислении организма. О том, что именно это помогает организму быть более здоровым. Поэтому употребление воды, закисление, употребление воздуха ощелачивание. В принципе люди находящиеся на солнцеедении, у них эти два продукта питания есть, и у них где-то какой-то баланс, pH будет сохраняться. Но, есть еще третий продукт питания. Солнцеедов у нас немного, все в принципе чем-то питаются. Какие-то продукты питания используют. И вы знаете, вот тут начинается самое интересное. Когда я влез в химию, у меня возникли сомнения по поводу очень многих теорий, которые говорят, что пищей можно каким-то образом влиять на паэш крови. Да, обназначено можно. Но те теории, которые говорят, что пища вот такая, это вот так, а вот такая, это вот так уже. Вы знаете, они немножко не соответствуют истине. По той простой причине. Ну, кто говорит про закисление? Да, животная пища закисляет. И животная пища наигрывает опять-таки на руку Малахову, Болотову. Ну, а растительная пища, соответственно, иньяль должна ощелачивать. Поэтому растительная пища. А голубь, не умывайки, на ней говорят, да, ешьте больше вот этого. То есть, сыроедение, соколечение, веганство, жесткое вегетарианство. Это все ощелачивание организма. А младое вегетарианство или смешанное питание, или мясоедство, так более грубо называют, смешанное питание. Это закисление организма. Вы знаете, ну, я бы не сказал так однозначно. Я не нашел однозначного ответа. Давайте попробуем разобраться все-таки. Все-таки пища должна приносить нам калории. Она должна приносить нам в любом случае это энергия солнца, которая аккумулирована либо в растительной, либо в животной пище. И мы должны ее есть так или иначе. Есть определенная калорийность. В зависимости от того, в каких условиях вы живете, какой вид активности у вас есть, и какая мощность активности, и ваш возраст, пол. Многое влияет на калорийность пищи. И вы должны все-таки вот эту калорийность поддерживать. И если взять всю пищу, разложить на отдельные компоненты, то там, безусловно, процентов 70-80, может быть, даже 90 это вода. Про воду я уже вам сказал, как она влияет на PH крови. Дальше стоят белки, жиры, углеводы. Это носители калорий. По количеству их значительно больше, чем всего остального. Все остальное это витамины, микроэлементы, другие биологически активные вещества, которые вам нужны. Громадное разнообразие, но в микроколичество. Поэтому, скажем, основная масса пищевых веществ, которые могут влиять на PH крови, это, безусловно, после воды, это белки, жиры, углеводы. Ну, давайте разберем, как же вы их употребляете, с какими продуктами питания они к вам поступают, и как они влияют на PH крови. Ну, начнем с углеводов. Да. Растительная пища, это в основном углеводы. Значит, ну, есть, конечно, животный углевод гликоген, но его содержание в животной пище аж 1%. Это настолько мало, что, в принципе, его можно даже не учитывать, как углевод. Хотя он там тоже есть. А растительная пища, да, это углеводы. Есть полисахариды, скажем, крахмал и нулин, которые способны в организме расщепляться, и давать нам, фактически, простые сахара для обмена веществ, потому что полисахариды в любом случае не усваиваются. И вот вопрос в чем потребность в этих сахарах, вот в простых сахарах, неважно, они будут в чистом виде, или они будут в составе гликогена, в составе инулина, в составе крахмала, то есть способных к гидролизу полисахаридов. Потребность в углеводах 4-6 грамм на килограмм веса. Ниже 4-х сложно, потому что там резко ограничен обмен веществ, выше 6 грамм на килограмм веса. Ну, тут уже чревато с перееданием, с ожирением, то есть тут разные варианты. Но в этих границах, в принципе, большинство тех, кто занимается питанием, считают, что в тут норма. Плюс-минус вы можете питаться. Что такое крахмал с точки зрения PH? PH нейтральная, 7. С точки зрения PH крови, крахмал это закисление вашего организма. И когда говорят, что крупы, злаковые, закисляют организм, да, однозначно PH7. Но вы знаете, точно так же закисляют и овощи. Там тоже тот же самый крахмал, который тоже имеет ту же самую PH7. Но вы знаете, дальше, больше. Как говорят по телевизору, не переключайтесь, после рекламы будет еще интереснее. Вы знаете, какую PH имеет глюкоза, в которую превращается к крахмалу? Вы, если стояли, присядьте. PH2. Это очень кислая среда образуется при расщеплении глюкозы. И неважно, из какого источника. Животный глигоген или растительный крахмал. В любом случае, PH2. И когда говорят, что бутерброд с мясом, или каша, с молоком, или там с рыбой, не совместимы, знаете, все прекрасно совместимо. Во-первых, и хлеб, и крупы, и злаковые содержат, кроме крахмала, еще и 10-12% белков. Чуть меньше, чем в мясе, но тоже содержат. И не мешает, наверное, крахмал почему-то переварится из того же хлеба, переварится белкам хлеба. Там не мешает. Куску мяса, тем более, не помешает. Тем более, что крахмал расщепляется от 15-20 минут до глюкозы с PH2. Напомню, нормальная кислотность при переваривании белков в полости желудка PH от 0,9 до 2,5. PH глюкозы как раз попадает в эту среду. Поэтому тут даже дефицит небольшой соляной кислоты может заменить раствор глюкозы. Он тоже может помочь активировать пепсин, сделать его активным, создать для него оптимальные условия для переваривания белковой пищи. Поэтому здесь все в порядке. Но вы знаете, я когда посмотрел PH органических кислот, знаете, мне стало очень интересно. Казалось бы, кислоты и глюкозы, да? А глюкоза кислее кислот. Органические кислоты имеют PH от 3 до 5. То есть они менее кислые, чем раствор глюкозы. Но на вкус они кислые. Вы знаете, PH меда тоже немаленький. 4,5, да, мед не способствует перевариванию белков. Поэтому, когда вы едите там творог с медом, это неправильно. Мед ощелачивает содержимое желудка и не дает полноценно перевариться белкам творога. Поэтому вот тут не рациональное сочетание. А каша с молоком прекрасно. Глюкоза расщепилась до двух. Не вопрос. Самое главное, что от вас требуется. Пожмите хорошенько, обработайте слюной, дайте возможность крахмалу превратиться в глюкозу. Все. Вы знаете, вот тут вот теория о том, что растительная пища ощелачивает органин. Знаете, я не вижу для нее никакого обоснования с точки зрения биохимии. Я вижу только по вкусовым ощущениям. Вот тут нам кисло или как-то по-другому. Если кисло, наверное, закисляет, а если по-другому, наверное, защелачивает. Вся растительная пища не ощелачивает ваш организм, а активно закисляет. Второй компонент, который вы используете ежедневно, это жиры. Примерно 1 грамм на 1 килограмм массы тела. Ну, вы знаете, жирные кислоты сами по себе при распаде, при переваривании PH чуть меньше 7. И вроде бы как, вы знаете, вот на входе в организм они мало приносят кислот, но с точки зрения опять-таки PH крови 7,36 это опять-таки кислота. Это кислая среда. Они не дают PH больше 7, меньше 7. Поэтому все жиры так или иначе закисляют организм. На входе в организм. Это пока еще на входе. До выхода из организма еще доберемся. Белки. Ну, вот в сторону белков больше всего копий набросано. Белки это в основном более концентрированные продукты животного происхождения. Хотя, вы знаете, опять-таки кашель 10-12% белок. Иногда даже чуть больше. Хлеб примерно то же самое. То есть, крупы, злаковые в овощах меньше белков, потому что там больше воды, там больше клеча. Там разбавлено. Но и там тоже есть белки. Без белков обмен веществ не идет, ничего не накапливается. Все еще классики марксизма ленинга говорили, жизнь это способ существования белковых тел. В любом варианте. Простить нам, животным, все равно белки. Есть белки, есть ферменты, есть обмен веществ. Поэтому белки есть. И вот в их сторону больше всего стрел набросано. Анафемия не придаются. Чем больше белков, тем больше закисления вашего организма. Но вы знаете, на входе в организм я бы так однозначно не говорил. Потому что в принципе, если белок полноценно перевалился, если вы создали условие за перевалив белка, белок расщепляется на аминокислоты. Что такое аминокислоты? НС3 группа, это щелочь. А кислоты, понятно, кислоты. То есть, белки на выходе при расщеплении на аминокислоты фактически это амфотерные соединения, которые могут работать как кислоты и как щелочи. И вы знаете, такая система в организме работает. Чуть позже я вам о ней скажу. Поэтому при потребности от 0,3 до 1 грамм на килограмм веса белки в принципе не существенно какого происхождения животного или белкового они в принципе не влияют на PH-крой на входе в организм. PH будет нейтральная, потому что и кислота и щелочь есть. Но с точки зрения PH-крой это реально, правда, закисление вашего организма. Что происходит на выходе? В принципе белки, жиры, углеводы используются в обмене веществ, как-то обеспечивают любые обменные процессы в вашем организме и в конце концов они окисляются. Вопрос, что происходит при окислении тем самым кислородом, с которого я начал. Ну, окисление полное углеводов это углекислый газ и вода. Ну, кроме энергии, с которой из них извлекли. Что такое углекислый газ и вода? Это угольная кислота и в принципе углеводы как были кислотой на входе в организме, так в принципе из обмена веществ выходит тоже кислотой. Ну, вы знаете, эта кислота легко удаляется, подышали чуть глубже, удалили эту кислоту с выдыхаемым воздухом, углекислый газ ушел, водичка в организме осталась, где-то там получался в обмене веществ и в принципе все хорошо. То есть, по большому счету от кислот, которые приводят, приносят углеводы, избавиться легко. Тут однозначно, тут в этом плане, в принципе, вот при такой системе, если понимать, это не просто как факт, вот получили и все, узко знаете, посмотрели, ага, углевод кислый, все, запретить. Нет, нужно смотреть в комплексе, нужно смотреть немножко шире. В принципе, вот этих кислот легко избавиться, поэтому, по большому счету, на выходе из организма, в принципе, углеводы дают ощелачивание и это хорошо. Что делается с жирами? Вот тут самое сложное. жиры при горении не горят до конца как углеводы, вот, а горят до кетоновых тел. И, фактически, и ацетон, и ацетауксусные, и бета-хидроксимасляные кислоты, которые образуются в этих условиях, это все-таки три кислоты. И вот, жир, я не зря вам сказал, дальше будет интересней, жир, зайдя слабой кислотой, выходит все-таки более сильными кислотами. И фактически, вот, жиры на выходе из организма сильно закисляются организм. Поэтому, в принципе, злоупотреблять не стоит, нужно правильно их использовать. Что происходит с белками? тут, конечно, самое сложное. Да, белки при расщеплении образуют мочевую кислоту, вот, и фактически, очень активно закисляют организм, закисляют внутреннюю среду организма. Вот, на выходе, да. Вопрос в чем? Удаляются белки? Ну, в принципе, продукты распада белков, это вода. С одной стороны, углеводы помогают удалять, с другой стороны, просто воду вы пьете в разных продуктах питания, употребляете ее, то есть, соками, компотами, супчиками, чайками, то есть, она быстрее так входит и выходит из организма и выносит белковые токсины. То есть, в принципе, все нормально. То есть, важно просто понимать, что любая пища, любого состава, в принципе, и на входе, и на выходе из организма дает вам кислоты. И вопрос, почему же PH крови щелочная? А вот именно поэтому-то она и щелочная. Вы должны иметь в крови запас щелочей, чтобы когда вот эти кислоты, так или иначе, вам нужно питаться, вам нужно вводить разные кислоты в свой организм, в составе продуктов питания. чтобы у вас был баланс, резерв щелочей в крови, для того, чтобы, своевременно погашая эти кислоты, удалять эти кислоты на барьерных органах. И тогда PH кожи будет 5,5. Кислая среда, потому что органические кислоты и жирные кислоты, выделяя здесь, создают великолепные условия для жизни стафилоколка. Это сапрофит, который здесь находится всегда. И как живой щит, закрывает вас от других, более опасных бактерий, которые могут сесть на кожу и вызвать какой-то воспалительный процесс. И когда вы питаетесь правильно, кислот на коже хватает, все прекрасно. Те же кислоты, в принципе, если не заниматься целенаправленно изменением PH, мочи выделяются через почки. В норме моча либо нейтральная, а с точки зрения PH крови кислая, либо слабокислая. Вот если моча станет сильно кислой, там образуются одни сонки, станет щелочной, там образуются другие соли. А вот такая вот нейтральная или слабокислая, она не готова для того, чтобы в этой среде вы подали соли. Если вы умеете, знаете, как поддерживать такую слабокислую мочу в своем организме, помогать почкам ее выделять, я вас уверяю, ни урады с оксалатами, ни фосфаты с карбонатами в почках не заведутся. Потому что для них нужны полярные изменения PH. Да, если у вас есть оксалаты, там, ураты в почках, вам нужно делать щелочную мочу, чтобы их растворить. Но когда у вас есть фосфат и карбонаты в почках, вам нужно делать кислую мочу, чтобы их растворить. Чтобы они не накапливались, вы должны найти вот ту золотую средину для себя, чтобы моча была более-менее нейтральной. И тогда ни те, ни другие соли в этой мочи не выпадают, ваши почки работают хорошо. А солевой диатез не превращается в мочекаменную болезнь. И приводит фактически в почную недостаточность. Поэтому тут очень важно это понимать. Вы знаете, когда вот эту систему я просмотрел, ну, есть, в принципе, вот эта PH736 контролируется буферными системами. Вы знаете, самый мощный буфер это гемоглобин. Да, гемоглобин и общий гемоглобин, общий гемоглобин с кислородом, гемоглобин с углекислым газом, вируются по организму, где-то взяли углекислый газ, где-то кислород и меняются местами. И вот фактически через правильный обмен веществ, правильное дыхание вы управляете вот этим буфером. Главное, не злоупотреблять. Не одышку провоцировать и гипервентиляцию, и задержки дыхания делать. Да, это буферная система оптимально работает. Потому что она, ее влияние на ПАЖ крови самое большое. 75% мощность. Вот этой системой легко управлять. А она управляется у вас центром вдоха и выдоха. На подсознательном уровне. Легко и просто. Без вашего сознательного участия уровень углекислого газа в крови включают то вдох, то выдох. И все. И вы систему регулируете круглые сутки. Вторая система по мощности, которая регулирует ПАЖ крови. Это белковая система. Но белки у нас вырабатываются все-таки в печени. Это основная система снабжения. И учитывая то, что вы помните, белки, они амфатерны, то есть они могут работать и как кислоты, и как щелочи в определенных условиях. Белки помогают поддерживать ПАЖ крови. И вот здесь мощность 14%. Плюс 75 гемоглобиновый буфер получаем почти 90%. Это очень серьезная величина. 10% мощности это бикарбонатный буфер. То есть угольная кислота может диссоциировать на H-ион и H-CO3. И фактически что получаем? Фактически раствор углекислого газа в воде это тот самый бикарбонатный буфер, который тоже легко может перемещаться, может влиять на ПАЖ крови, но его мощность аж 10%. И все. Еще один буфер есть мощностью 1% всего. Это фосфатный буфер. Да, фосфаты тоже участвуют в этом процессе, но их мощность настолько маленькая, помогают через почки удалять избыток фактических кислот. и вот эта система работает. Но когда вы в эту систему, мощную систему, которая в принципе, если вы в хорошем состоянии держите печень, белковый буфер помогает и контролировать ПАЖ крови, и заодно проводит очищение вашего организма, что только белки благодаря онкотическому давлению могут как поршень, как насос вытащить из санитеткани в венозный конец капилляра грязь, которую наработала клетка и очистить клеточную зону, очистить санитеткань стоит печень нарушить и белковый буфер не работает или работает неэффективно. Вы знаете, стоит вам в эту систему вмешаться каким-то другим способом и попытаться целенаправленно мощно подействовать. Во-первых, мощность этой системы достаточно большая, она достаточно инертна. Для того, чтобы ее сместить в какую-то сторону, нужно очень серьезно постараться. Хотя есть те, кто это пытаются делать. Вы знаете, можно, конечно, но не нарушить сложно, потому что если щелочь заходит в кровь, она может повлиять на белки. свернулись белки, они стали работать по-другому. А белковый буфер, белковое очищение от грязи работает именно в кислых условиях. В бенозном конце капилляров более кислые условия, кровь более кислая. Это способствует работе онкотического давления, очищения крови. В кровь не попадает грязь. Вроде как стало хорошо из-за того, что мы изменили ПАЖ, а около клеток стало грязно, потому что оттуда грязь не ушла. Поэтому вмешиваться в ПАЖ крови конечно можно, но без синдрома рикошета невозможно. Тем более, что просто так ввести в кровь кислоты или щелочи это делает один доктор активным, врач-реаниматолог. Все остальные вынуждены вносить через пищеварительную систему. Да, можно вносить соду. Профессор не умывакен, а гулов. Они говорят надо вносить соду. Да. Вопрос в чем? Пока она дойдет до кровеносного русла, она попадает в желудок. А там самая сильная кислота в организме соляная. Реакция между ними появляется поваренная соль и угольная кислота. Поваренная соль раздражает желудок, стимулирует секрецию желудочного сока и новых порций соляной кислоты. Это уже академик Болотов говорит, да, вот так нужно, чтобы кислоты вырабатывали в желудочном соке. Поваренная соль вот так образовалась. Угольная кислота распалась, углекислый газ действует на следствию и усиливает еще больше образование соляной кислоты. Фактически что получается? Ощелачивание, попытка ощелачивать организм введением соды в желудок приводит к тому, что погашается эта сода и новые порции кислоты стоят в желудке. Новая порция соды, кислая желудка истощается и приходит к атрофии. После этого сода проходит кислый барьер в желудочном соках и может попасть в кровь. Тут может повлиять на эту систему. Повлияв на белковую систему, нарушим очищение клеток, теоретически выигрываем на входе, потому что токсины перестали попадать в кровь, вроде как стало лучше, проигрываем на выходе, потому что грязь остается у клеток, а клетки продолжают работать. Поэтому я думаю, что вот таким путем не очень стоит заниматься своим организмом, вот так испытывать его возможности. Конечно, есть теория нужно вводить лимонную кислоту. Ну, тут профессор Невмывакин пошел, на мой взгляд, очень далеко. Он советует лимону не просто использовать несколько ломтиков пищи, использовать постепенно нарастающую дозу. В книге описано доза 25 лимонов в день и более, но вы знаете, не описан размер или вес лимона, потому что, знаете, если у нас в магазинах вот такие, а я был в Италии, там лимоны вот такие. Знаете, 25 лимонов такого размера еще пойти попробовать слопать. Это не такая простая ситуация, потому что человек же идет как? Раз для здоровья значит нужно больше, чем буду брать мелочь, возьму-ка я побольше, чтобы здоровья было побольше. Вопрос, что происходит? Когда вы лимонный сок употребляете перед едой, его никто не тормозит, он великолепно попадает в кишечник, всасывается в кровь. Лимонная кислота в крови, органические кислоты имеют PH низкую. И PH крови при таком способе введения будет резко снижаться, то есть закисляться будет. Организм для того, чтобы избавиться от этой кислоты, будет пытаться удалить кислоту из организма через почки, потому что съесть, переварить в обмене веществ такое количество кислоты в принципе не хватит ферментов. И что получается резко увеличивается PH. Вот это вот колебание PH, оно во-первых очень интересно и на мой взгляд опасно может быть для жизни, потому что разброс PH может быть большой, хорошо, когда человек здоров, его система буферная сработает и справится с этим таким кислотным ударом, а потом щелочным, а если нет? А если это делать несколько раз в день, вот тут возникает проблема на мой взгляд. Поэтому когда говорят, что лимоны ощелачивают организм, да, вначале критически закисляют, а потом будут критически ощелачены, а буферные системы крови должны держать 7,3,6. Здесь вы знаете, такие вот качели не каждый организм выдержит. Я уже не говорю про желудок. Не каждый желудок выдержит такое количество кислоты. Вы знаете, когда я преподавал в мединстуте, одна студентка попробовала полечиться подобным способом. Она дошла до 5 лимонов в день. И у нее, мягко выражаясь, нарушилось состояние почек на третьи сутки. Она проснулась утром, а лицо было отечно. Потому что вот эти кислоты, организм не может их метаболизировать, не может их расщепить, взять из них энергию. Он быстро может выделить, только пытаясь сохранять PH крови, выделить через почку. Резкое закисление PH в почках приводит к тому, что почки по дороге начинают окисляться. Но тут нужно думать. Я думаю, что вы должны сто раз подумать, прежде чем таким способом проверять свой организм на прочность. Подведу резюме, подведу итог вот этого видео. Немножко его уже затянул, на мой взгляд. Может быть, утомил вас, но не знаю. Но тема не получилась простой, тема не получилась такой однозначной. Поэтому на ваше усмотрение я даю. Вы должны сами для себя решить, что вам нужно делать. Но в принципе, на мой взгляд, пища, какую бы вы не ели, она все равно окисляет ваш организм. Она приносит вам кислоты. Ваш организм кислотами защищается от бактерий, которые находятся на коже, кишечнике, полость рта, в желудке, дыхательная система, там тоже есть бактерия, ночеполовая. И в принципе, во всех этих местах организм кислотами по большому счету тормозит активность патогенных бактерий. И вопрос, не сколько вы, как погасить кислоты, которые образуются в организме. Вопрос, как разумным питанием не перегрузить свой организм кислотами, особенно кислотами растительного происхождения, там их оказывается больше. и образом жизни, своей активностью помогать своему организму мягко, аккуратно избавляться от кислот, подавлять там патогенные бактерии, чтобы там не развивались какие-то возбудители инфекций. Я думаю, что вот здесь находится ваше здоровье, а не в попытке закислить или защелачивать свой организм. Потому что ваш организм будет бороться, пока у него будет хватать сил, и будет бороться и с тем, и с другим процессом, чтобы поэшковой была 7,36. Если вам это видео принесло пользу, отметьте, я узнаю, какому количеству людей, в каком проценте случаев оно принесло реальную пользу. Если вы еще не подписаны на мой канал, не вопрос, это можно сделать в любое время. Как и отправить это видео другим своим друзьям и знакомым по социальным сетям, отправить ссылку по электронной почте, не вопрос. А я пойду подумаю, какое еще видео написать, для того, чтобы вы больше разбирались в медицине и меньше совершали ошибок по отношению к своему организму, потому что здоровье оно не возвращается. Его можно только сохранять, беречь от любых систем, которые могут на него каким-то образом повлиять. И, как большинство своих статей заканчивают, крепкого вам здоровья и разумного к ним отношения.